Матч этого игрового уикенда за номером 15 уже нам всем, потому что на позиции опорно по угрозинцам еще выйти из группы. Если Зенит обыграет Славию в последнем туре, то тоже вполне, которые были способны в этом матче выйти в основе. Они и вышли у Эрика Бедуэ. Что касается Парижа. Победы над англичанами. Она была очень и очень странной. Как раз тактическую схему не ставит в абсолют своей работы. Для него важно наполнение после матча против Ливерпуля. Но он как раз об этом и рассказал. Стало понятно, отчего же Киллиан Баппе выглядел не слишком качественно. Мы потихонечку будем говорить по ходу репортажа о делах Бордо. Наверное, вы не так хорошо знакомы с этой командой. И уж тем более не так Даниил Неймар так издевательски обыграл Ярослава Плашуна. Усмирить получилось плохо. А вот здесь вот, в общем-то, на спаренный матч у национальной сборной Франции, поскольку мы знаем, он не играл. Но вот в Лиге чемпионов он на замену появился. Так что два матча подряд Даниил Дэс уже сыграл, пусть и не полноценным. Так что у Бордо сегодня есть шанс. Команда больше половины состава готовила на эту встречу. Чтобы его сохранить. Неймар попил водички и отправился на футбольное поле. Что касается текущего матча с Мариуполем, по-моему, который мне очень нужен. Он узнал, что Гаитана Лаборда без предупреждения Густаво Паэта продали в монтяжении долгого времени. Лиг Бедуэ был исполняющим обязанности наставника. Дальнейшее продолжение событий этой истории в следующей серке Паленсии. Он сейчас зарабатывает аут. Собирает вокруг себя троик. Дальше Неймар. Под штрафную можно бить бразильцу. Здесь очень здорово обороняются против его игроки. Сен-Жермен. А, руку и подыграл себе Киллиан Бабуф. Неймар. Отличная диагональ, которая позволяет Анхелю Демарии открыть. Вы помните, да? Международный Кубок чемпионов он называется. И в нем летом на разных континентах с участием больших клубов Париж без словных таков. Эти игроки потом стали играть довольно регулярно. Либо попадать в заявку. На определенной отметке не опускается. Он хорошо борется. Он оттягивает внимание. Он забивает иногда. Но много от него. Заигрался немножко Демария. Неймар. Ну, не здесь. Неймар. Очень изящным движением. Ничего, от Наполи сыграв 0-0. Вообще, Цервена Звезда команда одна из самых недооцененных в Европе. Потому что дома она играет великолепно. Уже 20-летний. Нападающий сыграл, ну, тоже дил. Молодого таланта. Очень жестко прошелся по голеностопу. Ну, Мбаппе рассказал про травму плеча, которая у него была. И она его беспокоила. И всем происходящим. И ему пришлось потратить час на переговоры с игроками. Чтобы те все-таки приступили к тренировочному процессу. Имела возможность думать только о футболе. А не о тех передрягах, которые ее постигли. Передача. Демария надо забивать. Кунде, мы видим, уже был за спиной Неймара. Пабло охранял воздух. Потому что, наверное, Демария ярко выражена левша. И бить справа ему так несподручно. И великолепную передачу вырезал Неймар. И как все равно тут не штрафной. Я думаю, тут будет подача. Неймар. Что бы хотелось сказать. Трофей из мною упоминаемых. Успела выиграть. Даня Алвес. Неймар. Гол. Бразильская связка. 1-0. Впереди Париж. Бразильское празднование. Карнавал здесь на Матмут Атлантик. Поздравляем Дани Алвеса с первым результативным действием в этом сезоне. И смотрим, как же это получилось. Во-первых, Неймар очень здорово обыгрался здесь с Киллианом Баппе. Провал на фланге. Из-под Юсуфа Соболи делается передача Дани Алвесом. И забывают совершенно одного чемпионата Франции. Но если про Матмут Амеля и Леонеля Жофридо, насколько я помню. Да. Футбол на фоне Парижа. Ну вот Ярослава Плашила сейчас просто разорвали на части. Три игрока парижан. Контраатаком Баппе пытается показать что-то красивое. Ну, Неймар, конечно, великолепный пас. Ему выложил Кунде здесь под катей. Снова Неймар. Рядом с ним Кунде. Передача. Здорово провалить. На контратаках. Хорошая передача. Опять Кунде проваливается. Опять Неймар. Неужели дубль будет? Сидит после передачи Киллианом Баппе. Да, действительно, он был. Ну, а пока зафиксируем. Неймар забил в Лиге 1 30 градусов. И положение вне игры. Слаженного движения, которое команда демонстрирует на свеженького. Что Неймар уплатит за то, чтобы он не критиковал руководство клуба и прочее. Как любопытно. Неймар разыграл сейчас этот штрафной. Поддача. Сыграет за сборную Сенегала. Отдача. Неймар. Удар поворотом. И мяч. Да, Поленсия, кстати, обратите внимание, как вернулся. И здесь уже играл по Неймару. Раз поставил корпус. Два поставил корпус. Мяч летит за пределы поля. Все равно он отправил мяч на угловой. Так вот, Юсуф Сабали играл в Агьяне. Вот сейчас перебрался в Бордо и играет там. Но любопытно, что играет он слева. Все эти футболисты потом отметились, конечно. Самой Льем Тити, кстати, был одним из центральных защитников. Опасно! Неймар. Подлетает к бразильцу. Нельзя, не дай бог, нарушить против него правила падения. Кунде сбил, безусловно, Неймара. Сбил. Да, вот здесь. Но Неймар... Моя версия всего лишь. Насколько я понимаю, первый тайм должен быть уже завершен, потому что... Мы уже видели. Вот. Передача на Бернато. Я думаю, именно поэтому не стал свистеть в этой ситуации Шнедер. Вася головой. Силева. Неймар спрашивает, где пенальти. В этот четверг. Смель Калу. Очень хорошее приобретение из бекийского чемпионата. Андрес Корнелиус. Нападает. Ну, Гаэтан Пуссен. Это третий. И Кунде четвертый. Пабло, 25-й. Два центральных защитника. В опорной зоне играет Клашел, 18-й аркбайского тренера, который в прошлом сезоне возглавил Бордо. И довольно неплохо с ним поработал, оставшись. Маркиниус, пятый. Дракстер, 23-й. В атаке Неймар, 10-й. Мбапо, 7-й. Ди Марии, 11-й. Томас Тухель. Специалист. Передача Тиаго Сильва. Мяч выносит. Но вот как-то все вокруг да около. Нет конкретики. Ну, создает ведь. Капитанция команды, которая все-таки не нацелена на то, чтобы с Парижем играть в автобус. Да, по воротам. Первая голевая передача Яна Карамо в этом сезоне. Третий гол в сезоне. Чупому Тинг собирается появляться на футбольном поле, а не Эдинсон Каване. Интересно. Ну, я понимаю. Это пример Лиги в чемпионшип, но каким-то удивительным образом оказался в Париже. Удивительным для многих. Так, Неймара все-таки меняют. Меняет Неймара. Неймар, по-моему, то ли усугубляет травм. В такой тактической новой схеме говорить не приходится. Неймар в расстроенных чувствах выкидает поле. И за ним камера отправляет.